Добрый день, всем добрый день. Давайте я представлюсь. У нас сегодня первое занятие в онлайн-школе СПБГУ. Меня зовут Даниил Решетников. Я магистрант физического факультета университета и специалист образовательного ресурсного центра по направлению физика. Ну, как вы поняли, заниматься мы будем на этих занятиях. Ну да, тавтология получается. Заниматься на этих занятиях мы будем физикой. Именно ради этого мы здесь собрались. Немножко расскажу о формате... Здравствуйте, Антон, наш модератор. Немножко расскажу о самом формате занятий. На занятиях будет представлена, разумеется, теоретическая некоторая справка. Будем изучать теорию. Посмотрим, как эта теория применяется для решения физических задач. Будем разбирать задачи отдельные. Будут обязательно домашние задания. Для того, чтобы вы могли лучше освоиться с материалом, лучше погрузиться в ту тему, которую мы изучаем. И, разумеется, будут эксперименты. На некоторых занятиях мы вместе с моим коллегой Никитой Александровичем Зайцевым будем показывать физические эксперименты. Физика, наука экспериментальная, как ни крути. И, на самом деле, физика появилась благодаря эксперименту, благодаря тому, что был какое-то природное явление, природный, может быть, катаклизм, и люди в попытках его объяснить строили различные теории. И эксперимент, таким образом, является естественным двигателем физики. Поэтому изучать сугубо теорию без эксперимента, не увидев, как это работает на практике, на мой взгляд, немножко неправильно. Поэтому обязательно будем с вами смотреть различные замечательные опыты. Итак, давайте тогда без дополнительных предисловий перейдем к теме сегодняшнего занятия. Начнем мы с механики. Механик — это, наверное, старейший в целом раздел... О, спасибо. Механик — это, наверное, в целом старейший раздел физики, ровно по той причине, что изучать механику начали еще в древности, а еще там до нашей эры, древние греки. Я запишу. Механика. Почему? Ответ на этот вопрос кроется, в общем-то, ровно в том, а что сама механика изучает. Одно из определений гласит, что механик — это наука, о причинах и общих законах механического движения. Определение, на мой взгляд, любопытно тем, что в определении слова «механика» есть словосочетание «механическое движение», то есть замкнули сами в себя. Ну, на самом деле, механическим движением называется любой процесс, где происходит изменение положения тела или отдельных частей тела в пространстве с течением времени. То есть мы одновременно, когда говорим о том, что ж такое механика, вводим еще дополнительно понятие времени, что такое время, и пространство. В общем, два таких, на самом деле, сложных вопроса даже для современной физики. Как правильно трактовать, что такое пространство и время. Сама по себе механика, которая изучает причины и законы движения, была, как я уже сказал, начала развиваться в Древней Греции, но на самом деле таким хорошим, качественным ее прогрессом стали работы итальянского физика, ученого Галео Галилея. Я думаю, сегодня столкнемся с его выводами, с его умозаключениями. А когда в целом говорят о механике, конечно, подразумевают обычно ньютоновскую механику. И Саак Ньютон — это британский английский физик, хотя физиком он себя не называл, он говорил, что я натуральный философ. И его ключевой трактат, где он сформулировал свои законы знаменитые, до которых мы тоже доберемся обязательно, он называется «Математические основы или математические начала натуральной философии». Собственно, почему механика ньютоновая? Ну вот потому что все, что нужно знать в механике, в конечном итоге сформулировал и постулировал именно Исаак Ньютон. Все ли он описал? Ну, казалось бы, если мы сформулировали все законы причин возникновения движения и все способы описания этого движения, ну, казалось бы, у нас в руках есть весь полный инструментарий для того, чтобы описать, в общем-то, любой процесс, явление которого вот вокруг нас происходит. И на самом деле очень долгие годы оно так и было. То есть считалось, что механика Ньютона, она является абсолютно точной, непреложной истиной и никуда от этого не деться. Однако, по мере развития представлений наших о Земле, о строении различных объектов, оказалось, что у классической ньютоновской механики есть свои ограничения. Вот. И я нарисую такую табличку. Собственно, границы применимости классической механики. И кратенько анонсирую теории, которые разработаны специально для того, чтобы работать вот в определенных тех областях, где классическая механика уже не справляется. В первую очередь, собственно, есть две ключевые характеристики, по которым мы можем определять эти границы применимости классической механики, это размер тела, лучше другим цветом, и скорость, с которой тело движется. Когда Ньютон выводил свои законы, свою теорию, он, в общем-то, ну, наверное, догадывался о том, что существуют очень-очень маленькие объекты, то, что мы сейчас называем атомами, молекулами или элементарными частицами. Вот. Но, в общем-то, тогда не было способов, средств экспериментальной проверки того, что законы для этих элементарных частиц, для очень маленьких объектов, они, в общем, отличаются от тех законов, которые происходят в нашем макромире. То есть мы живем с вами в мире макрообъектов, больших объектов, а вот в микромире все происходит несколько иначе, как оказалось потом, когда уже появилась достаточная степень развития и экспериментального оборудования, и инженерных навыков. Поэтому, ну, не было у него возможности предположить, что вот что-то там пойдет не так. Поэтому по размеру выделяют два таких классических промежутка. Собственно, размер, который меньше либо равен 10 минус девятый метра и размеры тел, которые много больше 10 минус девятый метра. Ну, вот таким значком, как бы двойная стрелочка, я буду обозначать, когда что-то много больше, ну, на несколько порядков, в 100, в 1000 раз, в 10 тысяч раз больше, чем какая-то величина. Окей, значит, то, что меньше либо равен 10 минус девятой степени метра, это относится к микромиру, а то, что много больше, чем вот это значение, нет, вот то, где мы с вами живем, где мы с вами существуем, макромир. С размером разобрались. Теперь скорость. Опять-таки, когда жил Ньютон, у него не было возможности поставить эксперименты со скоростями, ну, много большими, чем скорости, которые развивала там конная повозка, конная упряжка, какие-то простейшие механические машины, приводимые в действие мускульной силой. Ну, это на самом деле такие скорости, там, порядка десятков метров в секунду, не больше. Опять-таки, дальше это, собственно, был первый звоночек о том, что я пока рисую, я вот, а видно экран? Да, все, все, все хорошо. Так, пишут, что, скажите, а у кого еще не видно экран? Все видно. Антон, попробуйте тогда перезайти, может быть, все появится. Ха, спасибо за обратную связь. Вы молодцы. Так вот, первый звоночек о том, что Ньютоновская антидварь не работает, он, в общем-то, пришел к нам из космоса. Когда попытались при помощи Ньютоновской, применить Ньютоновскую механику к описанию движения космических тел, оказалось, что большая часть планет подчиняется этому, однако нашлись небесные объекты, которые, в общем, не согласовывали, наблюдение за этими небесными объектами не согласовывалось с Ньютоновской механикой. Вот. И тогда это пытались по-всякому, по-хитрому объяснить. Ну, в общем, это как раз было связано с теорией, которую позже назвали релятивистской теорией или общей теорией относительности, есть частные случаи, это частная теория или специальная теория относительности, то, что Альберт Эйнштейн в начале 20 века придумал. Собственно, движение тел со скоростями, ну, приблизительно равными скорости света. Скорость света – это 3 на 10 восьмой, поэтому вот это тоже является таким, некоторой фундаментальной границей. Вот. Таким значком две волны я буду обозначать, когда что-то, ну, приблизительно похоже на какое-то число. То есть приблизительно 3 на 10 восьмой степени метров за секунду. Окей. Ну, а если у нас скорость много меньше, опять этот значок рисует две стрелочки, то, соответственно, здесь как раз мы работаем, ну, с телами, которые нас опять-таки в макромире окружают. Со скоростью света летает непосредственно свет, ну, и какие-то тоже элементарные частицы в ускорителях специальных, в том же дроном-коллайдере. В общем, то, что классическая механика уже как раз-таки не описывает совершенно. Ну, и вот, я думаю, вы уже догадались, что если у нас размер тела много больше, чем 10 минус 9 степени, а скорость его много меньше, чем скорость света 3 на 10 восьмой степень метров в секунду, то это как раз наша классическая механика. Ну, и раз уж я сказал про Эйнштейна, да, про его теорию, то вот как раз для работы с макрообъектами, с телами, которые нас окружают, но двигаются они с большими скоростями, работает так называемая релятивистская механика. Релятивистская механика. Ну, от английского слова relative, относительный, теория относительности, она же релятивистская теория. Вот. Когда у нас, опять-таки, скорость много меньше, чем скорость света, а размер тел маленький, работает такой раздел физики, который называется квантовая механика. То есть, в микромире для тел, которые движутся не очень быстро, а просто хоть как-то движутся, работает теория квантовой механики. Ну, и, наконец, для тел, которые и маленькие, и движутся очень быстро, работает квантовая теория поля. Квантовая механика и квантовая теория поля, опять-таки, я их выделю, к школьному курсу совершенно не относятся. Это университетская программа. Вот. А элементы релятивистской механики, специальной теории относительности в школе проходят, в 11 классе обычно. Вот. Ну, а мы с вами будем заниматься классической механикой. Вот она нам нужна. Так. Каким-нибудь желтеньким светом выделю. Не очень хорошо видно. Да, вот таким. Итак, мы выяснили, что классическая механика работает, когда скорость тела много меньше, чем скорость света, 3 на 10 в восьмой степени метров в секунду, и размеры тела много больше, чем 10 минус девятой степени. То есть макрообъекты. Окей, замечательно. Могу это все стереть. Так, давайте теперь для окончательной систематизации посмотрим, из каких разделов механика состоит. Ну и, собственно, перейдем непосредственно к изучению одного из этих разделов, который нам для начала и нужен. Так, механика состоит из кинематики. Динамики и статики. Кинематика. Кинематика от греческого слова кинема или кинемос, движение. Динамика от все тоже греческого динамос, сила. Ну и статика, что-то неподвижное. Да, то есть кинематика у нас будет отвечать на вопрос, как движется тело. Динамика будет отвечать на вопрос, почему движется тело. Ну а статика будет описывать все, что относится к режиму покоя. Ну покой может быть... Покой это понятие относительно, да? Покой может быть просто потому, что я вот положил ручку на стол, и она не двигается. Потому что никаких сил не приложено. Ну и действия сил скомпенсированы. Вот, и ничего с ним не происходит. А бывают более хитрые, интересные причины недвижения тела. Вот это все отнесено в отдельный раздел. И мы с вами начнем с изучения кинематики. Сначала попытаемся выяснить, как движется тело. Так, давайте я снова все сотру. Оставлю только кинематику. Итак, что нам нужно для того, чтобы ответить на вопрос, а как тело движется? Первое, нам нужно само тело. То, зачем мы собираемся наблюдать. То, чье движение мы собираемся описывать. Самый простой пример тела. Так, тело. Это материальная точка. Переход получилась. Итак, почему она материальная? Ну, потому что она из чего-то состоит. Какой-то есть материя, материал. А точка ровно по той причине, что мы можем пренебречь формой и размерами этого тела при рассмотрении конкретной задачи. Вот в школе мне, во всяком случае, очень часто говорили, что физика – это наука о природе. А потом начинали вводить понятие материальной точки, абсолютно твердого тела и прочего. Я не понимал, где же в природе можно встретить материальную точку. Да, ну, вроде как все тела, с которыми мы взаимодействуем, у них есть очень важная характеристика – это форма. Да, вот у ручки своя форма, у камеры, которая меня снимает, своя форма. И ровно по этой причине я их могу различать. Понимать, что камера – это камера, ручка – это ручка, стол – это стол. А тут, казалось бы, мы пишем законы для движения материальной точки. Штука абсолютно бесполезная. Но на самом деле в природе материальную точку встретить можно. Как это сделать? Достаточно просто очень далеко от объекта отойти. То есть если мы будем находиться на каком-то расстоянии… Это мы. Вот, а здесь будет какой-то объект. Ну, допустим, автомобиль нарисую. У меня с фантазией грустно, поэтому объекты тоже все-таки будут банальны. Так, ну вот какой-то автомобиль получился. Казалось бы, когда мы рассматриваем движение автомобиля, странно было бы его рассматривать как движение какой-то точки. Это же автомобиль, он большой. Но если мы уйдем достаточно далеко от этого объекта, я вот здесь какое-нибудь расстояние буквкой «Л» большое обозначу. А размеры какие-нибудь… ну, характерные размеры автомобиля – буквкой «Д». Ну, длина, например. А если я смотрю как-то на него вбок. Вот, если у меня… если я достаточно далеко от этого автомобиля отошел, то есть можно написать, что «Л» много больше, чем «Д», в 100 раз, например, то для меня автомобиль превратится действительно в какой-то вот очень маленький объект, в какую-то точку. И если… ну, или если, например, сверху смотрю, да, с какого-нибудь там 20-го этажа, вот с 20-го нет, с 50-го, например, этажа, вот смотрю, как там внизу ползают машинки, то, в общем, для меня они вполне себе представляют материальную точку, потому что разглядеть, где там капот, где там багажник, где там крыша, уже, возможно, не представляется. Это просто какой-то вот действительно практически точечный объект. То есть, в принципе, существуют в природе… существуют в нашей жизни такие моменты, когда мы можем рассматривать движение тела как вот материальной точки. Так, позволю себе стереть это художество. Значит, материальная точка размерами и формой можно пренебречь. Итак, с телом мы вроде разобрались. Уже неплохо. Теперь нам нужно описать как-то, как это тело движется. И здесь очень важным является понятие «система отсчета». Итак, значит, напишу «система отсчета». Это, на самом деле, ключевой вопрос в механике. Относительно чего я буду движение моего тела описывать. То есть, и характер движения, и вид этого движения, все буквально зависит от того, что я буду использовать в качестве привязки. Ну, давайте рассмотрим такой пример. Например, я, допустим, еду на поезде в вагоне и подбрасываю мячик. Вот, не скучно. Да, я стою, этот мячик подбрасываю. Значит, относительно самого вагона я непосредственно не двигаюсь. Да, я там просто стою. При этом, если кто-то будет смотреть на меня с перона, относительно него я буду двигаться, во-первых. Во-вторых, я буду двигаться по прямой траектории. Ну, потому что поезд движется прямо. Да, это свойство поездов. Они сворачивать не умеют с рельс. Если рельс проложен прямо, то и поезд будет двигаться прямо. Итак, относительно меня мячик, который я подбрасываю, тоже движется по прямой, но вертикально вверх и потом вертикально вниз. Окей. Но относительно поезда мячик будет двигаться точно так же, потому что я относительно поезда не двигаюсь, мячик относительно меня двигается вверх-вниз, значит, относительно поезда мячик тоже будет двигаться по прямой, вверх-вниз. Но при этом относительно наблюдателя, который стоит на перроне, мячик будет двигаться уже по более хитрой траектории. То есть будет складываться одновременно и вертикальное движение, и горизонтальное. То есть мячик как бы будет взлетать в одной точке пространства, двигаться по какой-то кривой, что это за кривая мы обсудим более подробно позже, а приземляться уже в другой точке пространства. То есть это такое получается более сложное движение. Поэтому очень важно сразу же в задаче, в эксперименте, понять относительно чего мы собираемся наши движения определять. Собственно, то относительно чего мы собираемся определять называется тело отсчета. Окей, значит, мы зафиксировали, ну как говорят, еще реперная точка, то есть какая-то точка отсчета, относительно которой мы все будем измерять, все перемещения в пространстве. Прекрасно. А как бы нам договориться так, чтобы это перемещение в пространстве, и мы могли конкретным образом описать, да, и получить какой-то конкретный результат, и наши друзья могли точно так же это описать и получить такой же результат. Ну, грубо говоря, сказать, что вот мячик взлетает на один метр относительно руки, что и вот у нас он взлетает на один метр, и у наших друзей он взлетает, если они с такой же силой кидают тоже на один метр. Нам нужно ввести некоторую шкалу, да, чтобы эта шкала была единообразием таким, которым мы могли бы поделиться друг с другом, и у всех вот одинаковые были бы результаты эксперимента при одинаковых начальных условиях. Собственно, такой шкалой является система координат. Я напишу плюс, система координат. Так, не влезла, коор, динат. Система координат может быть классическая, прямоугольная, она же Декартова. Я, например, ввожу две оси, x, y, ввожу начальную точку, 0, и единичный отрезок, ну, какой-нибудь x1, ну, а здесь y1. Вот. И таким образом я любую точку в пространстве, которая меня интересует, это, 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 ну, в общем, все что угодно, я могу в этих единичных отрезках измерить. Итак, значит, я написал, что тело – это материальная точка. Мы рассматриваем, будем рассматривать тело как материальную точку, и материальная точка – это такое тело, размерами и формой которого можно пренебречь. И сейчас мы обсуждаем систему отсчета. Она составляет, представляет собой тело отсчета и систему координат. Стараюсь тогда аккуратнее писать. Соответственно, если у нас есть набор точек, вот можно в любую точку найти ее координаты, просто спроецировав на мои две оси, x и y. И в значениях единичных отрезков выразить ее положение, ее положение относительно координатных осей. Это называется прямоугольная система координат или Декартовая система. Французский математик Рене Декарт придумал, предложил ее. Итак, то есть у нас есть сейчас все, чтобы определять положение тела в пространстве. У нас есть тело, относительно которого мы определяем положение, и у нас есть то, как мы будем считать вот это относительное перемещение тела относительно телоотсчета. А если мы вспомним начало, я говорил, что механика описывает механическое движение, а механическое движение – это изменение положения тела в пространстве с течением времени. То есть нам нужно еще ввести дополнительный прибор, который позволит нам еще и время фиксировать. Ну, таким прибором являются, например, часы. То есть выбрали тело отсчета, ввели систему координат и добавили часы. Получили нашу всю систему отсчета. Прекрасно. И теперь у нас, казалось бы, есть все, чтобы описывать любое движение. Замечательно. Давайте теперь посмотрим, как движение можно описывать с математической точки зрения. Все стираем. Собственно, первый способ – ввести как раз-таки систему координат и просто посмотреть, как себя будет вести каждая точка… Чего? Каждая точка траектории. То есть когда тело движется из точки А в точку Б, точка А, точка Б, относительно выбранного тела отсчета, тело движется, ну, вот как-то так. То есть тело, двигаясь, оставляет за собой след. И вот этот след мы называем траекторией. То есть каждая точка траектории – это вот положение, которое занимало тело в пространстве. Давайте как-нибудь точку какую-нибудь выберем. Вот эта точка – это положение тело в пространстве в определенный момент времени. Окей. Как можно описать положение тела в пространстве? Ну, мы уже знаем, что достаточно ввести тело-отчет и систему координат. Давайте их введем. Ключевый вопрос – какую систему координат вводить? Мы познакомимся с вами с одной системой координат. Ну, я уже говорил, декартовая система. Но у декартовой системы координат есть своя размерность. Мы с вами живем в трехмерном мире. Не знаю, к счастью или к сожалению. Тут каждый сам должен решить. Но наш мир описывается перемещениями по трем осям. По вертикали и… Как это? По вертикали и двумя направлениями в плоскости нашей. То есть вперед, вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Вот. Поэтому, собственно, мы имеем полное право ввести трехмерную систему координат. Ну, вот так ее и введем. Я рисую три оси. Ну, и буду их обозначать вот так. Это x, это y, а это z. То есть x, y у меня будет описывать перемещение в горизонтальной плоскости, а z по вертикали. Ну, здесь точка 0, 0, 0. Вот это вот. Окей. Ну, и у меня здесь есть некоторая траектория. Давайте я опять каким-нибудь красным цветом нарисую. Вот траекторию, которая оставила тело при перемещении из точки А в точку Б. Как мне математически записать форму этого движения? Да, то есть я, например, видел, как катился шарик по песку, я хочу информацию об этом отправить своему товарищу. Я могу, конечно, просто фотографировать след, который шарик оставил на песке, а могу все это описать в виде математических формул. Фотография занимает больше места, соответственно, будет отправляться дольше, а у товарища, может, еще интернет слабый, он не сможет загрузить. Поэтому формулу отправить в этом плане проще и, наверное, даже полезнее, чтобы немножко поскрепить мозгами. Итак, значит, в каждый момент времени давайте я как-нибудь здесь два крестика поставлю. В каждый момент времени здесь момент времени Т1 это момент времени Т2. Точки, которые тело занимает в пространстве, можно описать, как я и говорил, при помощи трех координат, то есть проецируясь сюда на Z, на Y и на X. Как-то вот так. Положение точки в трехмерном пространстве. Это какое-то будет Y1, это будет Z1, а это будет X1. Ну и то же самое я могу сделать с другой точкой. Давайте синеньким обозначу, чтобы не пересекалось. Так, T2 и вот так. То есть это у меня будет X2, Z2 и Y2. Значит, первая точка, давайте здесь выпишу, описывается следующим образом. Это момент времени Т1 и координаты плюс координаты X1, Y1, Z1. Вторая точка той же самой траектории, момент времени Т2 плюс координаты X2, Y2 и Z2. Окей. Я, конечно, могу перебрать просто все точки, а их бесконечно много, так как у меня непрерывная кривая получается. Вот. И весь этот бесконечный набор точек отправить ему на товарища. Но такой себе способ, даже хуже, чем фотографирование. вот, поэтому математики придумали записывать это в следующем виде. Нам нужно составить функцию некоторую, я напишу так, функцию от времени, букву F, буду обозначать просто любую функцию, которая нам и будет давать ту самую траекторию. Траектория. То есть некоторая математическая функция, которая зависит от времени и будет нам описывать всю нашу траекторию. Естественно, здесь я нарисовал траекторию какую-то очень сложную, поэтому, конечно, можно подобрать математическую функцию, но это будет в общем какая-то очень сложная и хитрая функция. Плюс ко всему, гораздо проще оказывается иногда просмотреть отдельно перемещение по трем разным координатам. То есть написать не одну функцию, а три функции. То есть координата х будет изменяться как некоторая функция х от t. Координата у будет изменяться как некоторая функция у от t. И координата z будет изменяться как некоторая функция z от t. И обычно все это объединяют единой системой уравнений. Замечательно. То есть наша теперь задача сводится к тому, чтобы взять и найти вид функции x от t, y от t и z от t. Вот то, как себя материальная наша точка ввела относительно каждой из этих координатных осей. Ну и как только мы разгадаем, что это за функции, если мы будем знать, что x от t это первая функция, y от t это вторая функция f2, и z от t это некоторая третья функция f3. И вот как только мы все это будем знать, мы решили задачу кинематики. Мы молодцы. Мы знаем, как наша материальная точка изменяла свое положение в пространстве. Есть еще один способ задания траектории тела в пространстве. Это, собственно, задание точки через значение радиус-вектора. Что же такое радиус-вектор? Давайте разберемся. Так, это все можно стереть. Я снова нарисую систему координат. А, ну да, забыл сказать. Помните себе где-нибудь, что вот эту систему уравнений, которую мы написали, x равно x от t, y равно y от t, z равно z от t, называют кинематическими уравнениями движения. Мы изучаем кинематику, поэтому уравнения кинематические уравнения движения, они потому что описывают любое движение. Вот, ну мы сейчас построим еще одно уравнение движения. Только запишем это в векторной форме. Итак, это у нас x, это у нас y, это у нас z. И опять у меня есть некоторая траектория. Вот как-то так. Это точка А, это точка Б. Ну и я снова по традиции выберу две каких-то точки. Это точка Т1. И здесь где-нибудь сделаем точку Т2. Итак, каждый из этих точек я из начала координат могу провести в вектор. Это будет вектор R1. А это будет вектор R2. Ну, как, надо найти друга, который обрадуется такому способу передачи информации. Такой друг самый надежный. Итак, что же такое вектор? Кратенько напомню. Вектором называют направленный отрезок в пространстве. Ну, надеюсь, все помните, да, что если мы возьмем прямую, которая, вообще говоря, бесконечно, вот я ее как-нибудь так проведу, прямая, зафиксирую на ней две каких-то точки А и Б, и остальное сотру, то есть сделаю себе из бесконечной прямой конечный кусочек, выберу. Ну, вот такая штука называется отрезком. Если я у этого отрезка добавлю еще и направление, какое-то выделенное, ну, собственно, здесь их, возможно, два, да, либо в эту сторону, либо в эту сторону, то я получу вектор. Чем прекрасен и замечательен вектор? Да, ровно тем, что мы одной, одним объектом, геометрическим объектом, можем буквально закодировать в два раза больше информации. Длиной отрезка мы, в общем, кодируем одно число, просто длину, да, и ничего более. То есть никакой дополнительной информации мы в отрезок записать не можем. Длина отрезка, и все, приехали. А вектором мы записываем сразу две величины. Во-первых, это длина вектора, то есть буквально длина этого направленного отрезка. Это раз. А два — это направление. И это очень удобно. Мы как бы себе экономим место в оперативной памяти, грубо говоря. Как работать с отрезками? На самом деле, ой, с отрезками, с векторами. На самом деле очень просто. А еще проще работать с векторами, которые исходят из начала координат. Значит, произвольный вектор в пространстве, x, y, z, описывается шестью величинами. Значит, я назову так, a, b. Значит, у меня есть вектор a, b. И он описывается. Это x0, y0, z0, x1, z1 и там как-то y1. То есть он описывается тремя координатами начала и тремя координатами своего конца. Значит, x0, y0, z0 и x1, y1, z1. Вот. То есть, зная эти шесть значений, мы знаем все о нашем векторе. Мы можем посчитать его длину по теореме Пифагора. Ну, давайте запишу заодно, как она считается. Значит, длина вектора иногда обозначается еще вот так. Вот вертикальной палочкой модуль вектора. Это корень из суммы следующих величин. x1 минус x0 в квадрате плюс y1 минус y0 в квадрате. И плюс, не влезло, z1 минус z0 в квадрате. То есть корень из суммы квадратов разностей соответствующих координат. То есть это длина отрезка, которую мы превратили потом в вектор. Ну и, соответственно, если у нас вектор выходит из начала координат, какой-нибудь вот такой, то его еще проще описывать. Он описывается тремя координатами, потому что все вот это равно нулю автоматически. Мы стартуем из начала координат. Ну и тогда формула для длины вектора упрощается, убиваются все вот эти вот слагаемые. И смотрите, мы опять пришли к чему? Мы пришли к тому, что описываем положение точки какой-то, ну вот точка 1 на нашем этом графике, четырьмя числами, момент времени, t1 и x1, y1, z1, координаты вектора. Ну, я сказал, что он стартует из самого начала. Собственно, мы, получается, записали все то же самое, как мы делали до этого, только пользуясь определением вектора. До этого мы просто ставили точку и находили ее координаты в пространстве, а теперь мы построили математически новый объект, вектор. выходящий из начала координат, и, в общем, убедились, что действительно способ описания идейно ничем не отличается. В чем же основное отличие? Основное отличие в том, что мы теперь можем искать не три отдельных функции, то есть, как у нас было до этого, x это x от t, y это y от t, и z это z от t. А мы можем найти один-единственный закон, r это r от t, то есть то, как изменяется этот вектор. Такой вектор, ну, я так напишу, r1, r2, это радиус вектор материальной точки. То есть он буквально следит за нашей материальной точкой, куда бы она ни двигалась. То есть он удлиняется, поворачивается на определенные углы, да, и все время как бы следует вот за всеми точками нашей траектории. Если мы знаем ответ на вот этот вопрос, какая функция здесь скрывается, мы знаем, собственно, как наше тело двигалось. И это очень удобно оказывается. Таким образом, вот мы построили два типа описания движения материальной точки. Хорошо. Давайте теперь, наконец, введем еще одно понятие, понятие скорости, и сделаем небольшой перерывчик в пару минут, после чего перейдем к рассмотрению реальных задач, поучимся пользоваться всем тем материалом, который мы освоили. Итак, у нас есть наше изменение радиус вектора. Давайте я так напишу. Опять нарисую траекторию какую-то, значит, a, b, и буду, ну, скажем так, договорюсь с вами, что буду описывать сейчас каждую точку траектории векторным способом, при помощи радиус-вектора введенного. Ответственно, у меня есть начало, вот так, как-нибудь введу систему координат опять давайте, чтобы все по-честному было, x, y. И, значит, у меня есть начальная, начальный радиус-вектор, вот он, r0, и есть конечный радиус-вектор, r1. Это единичка такая кривая. Вот. Соответственно, у меня за все то время, когда тело мое как-то двигалось, радиус-вектор менялся. Ну, давайте я для простоты траекторию перерисую в прямолинейном виде. Это тело у меня двигалось сугубо по прямой. Ну, на самом деле, я всегда могу взять и на более хитрой траектории, скажем так, вырезать какой-нибудь кусочек, да, вот взять, знаю, лупу. Не знаю, не очень похоже это на лупу, ну ладно, пускай так. Вырезать какой-нибудь кусочек траектории, который будет очень похож на прямой, ну или вообще являться прямой. Если я вырезал какой-то кусочек, он все еще не очень прямой, я могу вырезать кусочек поменьше, например, где-нибудь здесь, где точно этот участок будет прямой. Ну и вот давайте рисую, что у меня действительно моя траектория, это прямая линия, точка А штрих, точка Б штрих. Ну, давайте будем считать, что вот А штрих и Б штрих, это вот здесь две каких-то точки А штрих, Б штрих, которые я вырезал из общей вот этой большой какой-то непонятной траектории. И проведу опять два радиус-вектора. Здесь R0 в момент времени T0, а здесь какой-то мой радиус-вектор R в момент времени T0 плюс ΔT. Тело же какое-то время двигалось, да, тело двигалось вот это самое время ΔT. Время, которое тело двигалось. Окей, замечательно. Я могу ввести теперь не только изменение времени, но и изменение радиус-вектора. Я вот изменения обозначаю греческими буквами Δ. Итак, ΔR в моем случае это разность векторов R в момент времени T0 плюс ΔT минус, я перенесу сюда, минус R с ноликом в момент времени T с ноликом. То есть вот эта штука, это и есть мое ΔR. разность этих двух векторов. Итак, что я получу, если возьму и разделю изменение радиус-вектора на изменение времени? А я получу скорость. Очень важную физическую величину. Так, давайте ее равно V. Видите, опять ставлю значок вектора. Скорость тоже векторная величина. Ну и, собственно, нельзя так, чтобы слева был вектор, а справа не вектор. Это скорость. Причем очень важно сразу договориться, а какая это скорость. Сейчас тот случай, который я описывал, я считал, что тело мое движется равномерно. А что значит равномерно? Равномерно — это если за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые пути. Давайте прям запишем. Равномерное движение за равные промежутки времени тело проходит равные пути. Ну, пусть в данном случае вот рассматриваемый нами участок траектории. То есть, если у меня... Если я вот так вот нарежу всю мою траекторию, причем нарежу ее кусочками, соответствующими одинаковым промежутком времени, одинаковым интервалом времени, то у меня вот эта величина дельта R должна быть постоянной. То есть, если дельта t — это константа, постоянная величина... Так, прошу прощения, залез на экранчик сейчас. Если у меня дельта t равно константе, конст — постоянная величина, то и дельта R должно быть равно константе. Это условие равномерного движения. Ну, а тогда величина v, которую мы ввели, вот так вот можно прям в рамочку обвести, это скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейного, потому что мы выбрали прямой участок пути, да, прямой участок траектории, ну, а с равномерным движением мы только что разобрались. Скорость прямолинейного равномерного движения. Немножко кривовато вышло. Замечательно. Давайте теперь немножко это уравнение перепишем в более красивом виде. Так, это опять все сотру. Тунц, тунц, тунц. Стерлась. Итак, давайте я напишу, что у меня вектор скорости. Это разность радиус векторов r минус r с ноликом деленное на t минус t с ноликом. Давайте я положу теперь t с ноликом. Вот такой скобочкой я буду заменять слово пусть. Значит, пусть t с ноликом равно нулю. Ну, вот мы в момент, когда следим за, начали следить за нашим телом, мы взяли и обнулили секундомер. А с этого момента начинаем все считать. Замечательно. Тогда получается, что v это r минус r с ноликом деленное на t. И отсюда мы можем вывести закон движения. Оно же уравнение равномерного прямолинейного движения нашей материальной точки. Радиус вектор r, который у меня не получилось нарисовать с первого раза. Это r с ноликом плюс v на t. это уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Итак, если мы хотим описать траекторию тела, которая движется с постоянной скоростью, то есть за равные промежутки времени проходит равное расстояние, то мы пользуемся вот этим уравнением. вектора штука для неподготовленного физика вещь страшная, поэтому можем все это дело переписать в проекциях на соответствующей координатной оси. Как это сделать? Ну, на самом деле очень просто. Нам нужно взять и написать три уравнения. То есть перевести это уравнение из векторной формы в три уравнения в координатных формах. В координатных смысле в проекциях на соответствующей оси радиус-вектор. И это сделать на самом деле очень просто. Значит, в проекции на ось x это x с ноликом плюс vx на t, по y это y с ноликом плюс vy на t, и по z это z с ноликом плюс vz умножить на t. Это тоже на самом деле уравнение прямолинейного равномерного движения точки ну, только записаны в координатной форме. Никита, не знаю, почему вас выкидывают, это лучше вот вопрос нашему модератору адресовать. Я думаю, он лучше меня ответит. Итак, то есть мы либо решаем, если не боимся векторов первого уравнения, либо, если боимся, то проецируем на три оси и решаем вот такую систему уравнений. Собственно, вариантов не то, чтобы прям очень много. замечательно. Давайте теперь наконец попробуем ввести еще одну характеристику и после чего сделаем перерыв и поговорим о решении задач. Итак, мы разобрались сейчас с прямолинейным движением, с постоянной скоростью, с равномерным движением. А что, если у нас изменяется наша скорость? Как же с этим быть? Ну, такое, в общем, в жизни очень часто бывает. Трамвай, который или троллейбус, который стартует от остановки, вы за ним, вы на него не успели сесть, за ним бежите, вы вроде бежите с постоянной скоростью, а трамвай начинает от вас удаляться. То есть его скорость постоянно меняется, она возрастает. Ну, если он тормозит, то, наоборот, уменьшается. В физике есть величина, которая точно так же, как скорость характеризует скорость изменения координаты или радиус вектора за единицу времени, вот есть величина, которая характеризует изменение скорости за все то же самое единицу времени. оказывается, что, в общем, можно точно так же написать изменение вектора скорости за время дельта t описывается вектор на величиной а. Это ускорение. Введу в рамочку, чтобы было красиво. Значит, что такое ускорение? Ускорение это скорость, с которой меняется скорость тела. Вот такое вот определение получается само в себе. Ну, давайте здесь рядышком еще напишу, чтобы было видно единообразие, что изменение радиус вектора в единицу времени это и есть наша скорость. А изменение скорости это, собственно, за единицу времени это, собственно, и есть ускорение. То есть, в принципе, еще ускорение можно записать в следующем виде. Это как бы изменение за единицу времени изменение радиус вектора за единицу времени. Тоже ускорение. Ну, вот это такая более менее полезная формула для того, чтобы ей пользоваться. Но, тем не менее, можно показать эквивалентность двух определений. Итак, ускорение мы будем считать, если мы считаем ускорение величиной постоянной, то есть за равные промежутки времени, если дельта t равно константа, равные промежутки времени будем рассматривать, если в таком случае дельта v тоже константа, то говорят о том, что движение равно ускоренное или движение с постоянным ускорением или, что более, на мой взгляд, корректно с точки зрения русского языка, движение равнопеременное. Равнопеременное движение движение. Потому что в чем проблема с термином равноускоренное? Если вспомним пример с трамваем, то если трамвай ускоряется, то значит движение равноускоренное. Если трамвай замедляется, то движение будет уже равно замедленным. То есть ускорение как бы еще за счет того, что это вектор, оно как бы само в себе характеризует еще и направление изменения скорости. То есть увеличивается скорость или уменьшается. А говоря о равнопеременном движении, мы подразумеваем лишь то, что за равные промежутки времени скорость увеличивается на равные значения. То есть если за дельта t скорость поменялась на дельта v, то за такой же промежуток времени дельта t в любой другой момент в траектории скорость увеличится на это самое, на то же самое, вернее, дельта v. То есть равнопеременно. Это у нас было равномерное движение, а теперь равнопеременное движение. Такая более явная связь. Ну и опять-таки давайте получим уравнение для скорости тела, для изменения скорости тела. Воспользуемся старым фокусом, что ускорение это v минус v с ноликом разной скоростей за промежуток времени t минус t с ноликом. Опять-таки положим t с ноликом равное нулю, и тогда можно записать скорость в следующем виде. Скорость это начальный вектор скорости плюс a умноженное на t. если кого-то опять-таки пугает векторная форма, давайте я обведу в квадратик. Ну, это, собственно, закон изменения скорости при равнопеременном движении. переменном движении. Окей, ну, опять-таки, повторюсь, если кого-то пугают векторы, можно записать все это дело в проекциях. то есть vx это v0x плюс ax на t, vy это v0y плюс ay на t, и vz это v0z плюс az на t. Ну, и вот такую вот систему можно решить. то есть либо решаем одно векторное уравнение, либо три координатных уравнения записанных в виде системы. Давайте теперь собирать все в кучу. Да, мы вроде как получили уравнение для скорости, получили уравнение для радиус-вектора или для координаты, где присутствовала скорость. Теперь мы вроде как можем себе позволить все в одну кучу собрать. Давайте на примере какой-нибудь одной проекции на ось x будем это собирать. Итак, давайте напишем, что x это x с ноликом плюс vx умноженное на t. С другой стороны vx умноженное на t ой, прошу прощения, так, слишком много стерлось. x это x с ноликом плюс vx на t. С другой стороны vx это v0x плюс ax умноженное на t. Ну и, соответственно, если нам известны разные величины, то мы можем взять, подставить одно в другое, и в таком случае в таком случае плохо начал, лучше все-таки записать все это дело в виде вектора. r вектор r это r с ноликом плюс v векторно на t. Вектор v это вектор v с ноликом плюс вектор a умноженное на t. и если мы теперь все это собираем в кучу, да, построим график, который нас интересует, да, мы хотим узнать, как у нас изменялся радиус-вектор в зависимости от времени, как оно себя вело. Вот, если мы будем все это собирать в кучу, я уже в точности выводить не буду, там нужно, если это графически выводить, можно вспомнить формулу для площади трапеции. Вот, итоговое уравнение получается следующее. Значит, радиус-вектор r равен r с ноликом плюс v с ноликом на t и плюс вектор a умноженное на t в квадрате пополам. Это итоговое уравнение, которое нам описывает положение тела в пространстве с течением времени. Значит, и это общий случай, да, когда у нас равноускоренное движение. я говорил, что равноускоренное плохо, написал равноускоренное. Равнопеременное. Равнопеременное движение. То есть, мы связали друг с другом величины радиус-вектора, скорости и ускорение. Замечательно. Ну и теперь, в общем, можно частные случаи отсюда рассматривать. Да, ну и опять-таки, это уравнение можно переписать в координатном виде. Ну давайте для х-овой напишу координаты. Да, это х с ноликом плюс v0x на t плюс ax t квадрат пополам. То есть, ax это проекция ускорения на оси x, v0x это проекция начальной скорости на оси x, x0 это начальная координата. Да, и, значит, какие могут быть случаи? Первый, как мы себе можем облегчить задачу, да? Первый путь облегчения задачи. Если у нас ускорение ноль, то сразу убивается вот это слагаемое. То есть, как только мы в условии задачи видим, что тело движется с постоянной скоростью, отбрасываем третье слагаемое, да, ускорение равно нулю. Движение с постоянной скоростью. Ладно, окей. Если у нас, например, начальная скорость равна нулю, он говорит, что тело движется без начальной скорости. в начальном моменте времени оно покоилось, потом к нему, потом с ним что-то сделали, я пока не говорю, что с ним сделали, да, это следующий раздел механики, что-то с ним сделали, и вот оно начало двигаться. Это значит, V0 равно нулю движение из положения покоя. покоя. Это значит, что я могу убить вот это слагаемое. Ну и наконец, если говорят, что тело, ну, мы можем поместить начало координат в в проекционном писать плюс-минус. Ну, я здесь заложил, да, в общем, замечание хорошее, замечание по делу, я здесь сразу закладываю вот этот знак внутрь вот этого числа. Сейчас расскажу вот этот кусочек и объясню идею. Спасибо за комментарий. Итак, значит, мы можем совместить начальное положение тела и систему координат в одной точке начало системы координат с начальным положением тела, и тогда у нас убьется R с ноликом. Стартуем из начала координат. Вот, ну и тогда убивается вот это слагаемое. В зависимости то есть от условия задачи мы либо должны полное уравнение рассматривать, либо можем какие-то слагаемые убрать, облегчить себе задачу. Нужно смотреть на условия. По поводу комментария Ильи Лактюшина, смотрите, он абсолютно прав в том плане, что проекция вектора на какую-то ось зависит от направления вектора. А если у меня есть, давайте двумерный случай рассмотрю, x, y, и вот есть такой вектор, вектор A, и есть, не знаю, вот такой вектор, вектор B. В случае вектора A говорят, что вектор A сонаправлен с осью x, то есть он смотрит в ту же сторону в конечном итоге, то есть он повернут, конечно, но он смотрит в ту же сторону, что и вот эта стрелочка у оси x. И поэтому, если я буду писать проекцию вектора A на ось x, она будет больше нуля, это будет положительное число. А вот вектор B, он наоборот смотрит в противоположную сторону, то есть его хвостик, он направлен против направления вот этой стрелочки, обозначающей ось x. То есть он направлен, говорят, противоположно направлению x, и в таком случае проекция вектора B на ось x, она будет числом отрицательным, числом меньше, чем 0. Поэтому, да, можно писать здесь плюс-минус с тем расчетом, что я не знаю изначально, ну, когда я в общем виде пишу, я не знаю, куда у меня будет направлен вектор начальной скорости, куда у меня будет направлен ускорение, но я, когда вот это писал, я вот этот знак, плюс-минус, я его сразу закладывал внутрь вот этого числа. То есть, у меня само число V0x и Ax может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, как я координатную систему веду, как я буду описывать ее движение тела. Вот. А могу, да, могу сразу сказать, что у меня и V0x, и Ax строго больше нуля, и тогда вынести здесь знак плюс-минус наружу. То есть, математически можно делать так и так. Тут, в общем, никаких запретов нет. Вот. А идейно, конечно, да, это важный момент. Мы, когда, в общем, будем расписывать проекции, и потом, когда будем законы Ньютона, самое главное, законы Ньютона изучать, это очень важно. Там окажется правильно спроецировать силы, вот, на силу ускорения на выбранную нами координатную систему. Вот. Так, давайте сейчас пару минут перерыв и рассмотрим несколько задач, которые можно решить при помощи того аппарата, который мы, в общем, с вами сегодня уже освоили. давайте несколько задачек рассмотрим. Ну, первая совсем простенькая. Значит, условия задачи следующие. Так, писать стеркой не очень разумно. Задача 1. Итак, точка движется в плоскости x, y, значит, движется, буду сокращать в плоскости x, o, y в горизонтальной плоскости. Вектор r, модуль которого, то есть, длина вектора равна 1 метру, направлен под углом 30 градусов к оси x. Давайте напишу так. Угол между r и осью x равен 30 градусам. Надо найти проекции вектора r на оси x и y. Первым делом вводим систему координат. Потому что, а как иначе? Значит, ось x, ось y. Теперь рисуем наш вектор, причем не просто вектор, мы знаем, что это радиус вектор, и это хорошо. Стартуем из точки 0. Вот наш вектор r. Итак, требуется найти проекции на оси x и y. Как это будем делать? Опускаем перпендикуляры из точки, ну, давайте назову это точкой o, а это будет точка a. Ой, прошу прощения. Значит, точка a опускаем перпендикуляры, то есть прямые отрезки под 90 градусов. 90 градусов. И здесь будет какая-то точка ax, а здесь, соответственно, будет какая-то точка ау. То есть проекции точки а на координатной ось x и y. Ну, и, собственно, наша задача найти rx, который будет равен длине отрезка o, а, и x, и найти r y, который будет равен длине отрезка отрезка o, а, y. Просто вот из геометрии задачи это видно. Хорошо. Как будем искать длины вот этих отрезков? Можно этот отрезок и вот этот отрезок. Воспользуемся тем, что треугольник, который я построил, ну, давайте какой-нибудь треугольник рассмотрим значок глазика. Треугольник o, a, a, x. Значит, в нем нас будут интересовать отрезки o, a, x, и, как ни странно, отрезок a, a, x, потому что он равен длине отрезка o, a, y. Поэтому, если мы найдем это и это, мы найдем ответ на вопрос нашей задачи. Итак, треугольник, который я построил, o, a, a, x, он видно, да, что раз угол 90 градусов, то он прямоугольный. Прямоугольный. А в прямоугольном треугольнике очень легко записать соотношение для катетов и гипотенузы через углы этого самого треугольника. Что мы знаем про углы? А мы знаем, что у нас угол между вектором r и осью x составляет 30 градусов. Вот оно, очень важное условие. Давайте этот угол отметим. Ну, скажем, что это угол альфа, и вот у нас этот угол альфа, равный 30 градусам. Прекрасно. Из соотношений для прямоугольного треугольника мы знаем, что косинус альфа это отношение прилежащего к нему катета гипотенузе, то есть OAx к OA. А синус этого угла альфа равен отношению противолежащего к гипотенузе. То есть так А Ах к OA. Ну, и теперь остается OA мы знаем, это 1 метр. Остается вспомнить, чему равен косинус 30 градусов и синус 30 градусов. Можно легко это вспомнить, если воспользоваться единичной окружностью. Значит, нарисуем единичную окружность. Это единичка, единичка, минус единичка, минус единичка. Четыре точки обозначил. Значит, по вертикальной оси это у меня будет синус альфа, по горизонтальной косинус альфа. значение этого угла. А сам угол альфа собственно, вот он. Это угол альфа. Ну, и если я хочу найти косинус, мне нужно найти проекцию вот этого единичного вектора, вектора единичной длины на горизонтальную ось, а если я хочу найти синус, то, соответственно, на вертикальную. Вот. Ну, и 30 градусов угол у меня лежит, вектор лежит достаточно низко к горизонтальной оси, поэтому синус у меня будет равен 1 и 2, а косинус будет равен корню из 3, деленное на 2. Ну, и можно лишний раз убедиться в том, что правильно мы их нашли, возвести в квадрат и воспользоваться основным тригонометрическим тождеством. Да, то есть 3 вторых плюс 1 вторая это 4. Да, почти. 1 четвертая, здесь 3 четвертых. Числитель возвел, знаменатель не возвел, то есть 3 четвертых плюс 1 четвертая действительно равно единице, то есть правильные значения. Ну и все, остается поставить эти величины вот в эти два уравнения и найти соответствующие проекции. то есть у меня получится, что проекция OAX это единица умножить на косинус косинус корень из 3 на 2, то есть это где-то 0,87. А ААХ она же OAY это единица умножить на одну вторую, то есть 0,5 в точности. Вот так работают проекции. Так, ну еще одну задачку успеваем. Давайте решим задачу на ну давайте на равномерное прямолинейное движение. Так, значит, условие значит такое. Есть два пункта А, Б, между ними расстояние L с ноликом равное 20 километрам. Одновременно встречу друг к другу равномерно начали двигаться два автомобиля. Скорость первого 50 километров в час. Скорость второго 60 километров в час. Собственно, требуется определить положение автомобиля относительно пункта А спустя время Т. Значит, положение относительно пункта А спустя время Т равное одной второй часа и расстояние между автомобилями L после, ну, в этот момент времени. L расстояние в момент времени Т. Неизвестно. Ну, и определить заодно еще и пути, которые каждый из этих автомобилей проехал. S1, S2, тоже неизвестно. Окей, значит, опять-таки стартуем с того, что вводим в систему координат. Прекрасно. Давайте введем. Точка А, точка В, отсюда стартует автомобиль со скоростью V1, отсюда стартует автомобиль со скоростью V2. Не забываем про вектора. Ну, здесь проецировать просто. Значит, между этими пунктами расстояние L с нуликом. Вот. Ну, и расстояние между автомобилем мы пока не знаем, где. Окей, давайте опишем движение наших автомобилей при помощи уравнений. Да, мы знаем, что перемещение первого автомобиля будет описываться следующим уравнением. X0, 1 плюс V1 X на T. X2 это X0, 2 плюс V2 X умножить на T. Давайте разбираться сначала с начальными координатами. Мы поместили начало координат давайте я какой-нибудь другим цветом красным координатную ось я введу вот таким образом, что здесь у меня будет точка 0. Соответственно, у меня X01 равно 0. А X02 в таком случае будет равно длине этого расстояния между двумя населенными пунктами L с ноликом. Окей. Теперь, что касается проекции скоростей на ось X. V1 сонаправлена с осью, поэтому будет равна просто 50 км в час. А вот V2 будет равно минус 60 км в час. по той причине, что направлена против оси X. Когда проецируем, будем брать другой знак. Окей. Давайте посчитаем наши координаты спустя время t, равное получасу. Значит, X1 это просто V1 t, то есть 50 км в час умножить на 0, 5 часа и получается 25 км. Ого! То есть первый автомобиль проедет пункт населенный B и окажется где-то здесь. Давайте я точку C обозначу. Значит, 25 км это вот он окажется в какой-то точке C. Хорошо. Давайте теперь разберемся со вторым автомобилем. X2 это L с 0 минус V2 t, то есть 20 км минус 60 км в час умножить на 0,5 часа. Получается минус 10 км. Отрицательное расстояние, ну, ничего страшного, мы знаем, что мы просто сдвинулись в отрицательную новость с координатной оси, оказались где-то в точке D. Ой, в точке D. Вот, то есть оба автомобиля проехали каждый чужой населенный пункт. Замечательно, давайте считать расстояние. Как найти расстояние между автомобилями? А это просто модуль разности их координат. то есть нам требуется расстояние L найти. Это модуль минус 10 километров минус 25 километров. Модуль разности. То есть это модуль минус 35 километров. Ну, а модуль возвращает нам просто положительное число, какое бы оно там под модулями стояло. То есть если положительное его же вернет, если отрицательное, то отбросит знак минус. То есть 35 километров. Ну, и действительно, да, от начала отсчета первый автомобиль уехал на 25 километров, а второй уехал как бы на 10 километров, но со знаком минус. Ну, и вот расстояние между этими двумя точками 35 километров. Ну, и наконец остается найти пройденные пути. Здесь немножко не влезает, давайте я сотру часть условия. Итак, пройденные пути, мы знаем, что это скорость первого автомобиля на время, которое он ехал, то есть 50 километров в час на 0,5 часа, итого 25 километров. Ну, вроде все логично, стартовали с точки 0, приехали в точку C, расположенной на 25 километрах от 0, ну, вот, все сходится. Теперь путь, который прошел второй автомобиль. Он уже не зависит от той координаты, откуда автомобиль стартовал, нам интересно просто сколько он проехал. и тогда мы просто должны опять-таки перемножить скорость второго автомобиля со временем, который он ехал, уже без учета знаков и всего прочего. Умножаем на 0,5 часа и получаем 30 километров. Ну, и опять-таки все сходится, да? Он стартовал из населенного пункта B, который находился от начала координат в 20 километрах и оказался в точке минус 10 километров относительно начала координат. То есть вот он эти 30 километров проехал. Вот задача решена. Мы нашли пути, которые автомобили проехали, нашли расстояние, которое между автомобилями находится после получаса их езды. Вот такая вот задача на равномерное прямой линейное движение. Ну, кажется, наше время на сегодня истекло. Если есть вопросы, можно их задать. Вот. Если вопросов нет, то до встречи через две недели получается. Спасибо.